Привет, привет, мои хорошие! Сегодня хотела показать, пока детки спят, быстренько хотела показать, что мы купили пару дней назад в торговом центре. Потому что зрители интересуют в последнее время цены на вещи, а я их как-то особо уже не показываю и покупки не показываю. Покупки не показываю, потому что времени практически на это не бывает. Покажу, что купили в последний день. Сперва детские вещи покажу, конечно же, конечно же, детские. Пакеты. Пакеты будут шуршать, ничего не могу с этим поделать. Сейчас достану. Раз. Это все покупала я в магазине Узюбек. Кто живет в Турции, знает. Цены я переводить на рубли, на доллары и так далее не смогу. Переводите, пожалуйста, сами. Начнем с вот таких вот обычных носочков. Здесь у нас 4 пары. 4 пары носочков стоят 5 лир. На сегодняшний день 1 лира примерно 13 рублей. Здесь написано возраст 9-12 месяцев, но они малой мерки. Так, потом вот такие носочки для моей сладенькой девочки, для моей красавицы. Здесь написано 6-12 месяцев со 180% хлопка. Цена, цена, не вижу цены. Куда цена делась? Я не помню, они то ли 6, то ли 7 лир стоили. Не вижу цены. Слюнявчики. По 2 штуки здесь. Голубенький и белый горошек. Цена. Где цена? Почему цены нет? Были они с ценами все. Вот я цену не помню. Не помню. Лир 12, по-моему, или 15. Вот эти 2 штуки, по-моему, 15 лир 2. Точнее, вот 15 лир и вот 15 лир. Точно не помню. Две штанишки. Так, это что за чек? Это общий чек. Две штанишки для моей красавицы. Такие вот обычные с сердечками. И вот такие вот на попочке с надписью. Я люблю планету. Я люблю мою планету. Цена у этих обоих брюк 40 лир. 39,90. 39,90. Две такие вот штанишки. Так, с этим штанишком я выбирала вот такой вот жакетик. Он со скидкой. Тоненький. На весну. Со скидкой у него цена 20 лир. 19,99. 20 лир это где-то 260 рублей. По-моему, это очень-очень-очень мало. Вещи все отличного качества. Ни одной ниточки, конечно, с нашим детским миром вообще не сравнить никак. Детские вещи в Турции я заметила намного-намного качественнее, чем взрослые. Вот так это будет носиться. Снизу, конечно же, будет обычная какая-нибудь белая маечка, футболочка. Ну и носочки сюда же подошли. Так. Вот такие вот классические майки. Бодишки, точнее, это не майки. Их тут 5 штук. На разный возраст. Но они все одинаковые. Цена у них по 6,99. По 7 лир. У всех одинаковая. Да, у всех одинаковая цена. 6,99 одна штука здесь. Так, потом вот такой же вот жакетик взяла сыну. Цена такая же 20 лир. Вот он. Вот, пожалуйста. Очень хорошего качества вещь. Просто обалденно, обалденно просто. Именно у вот этой марки, у вот этой марки, прям качество вещей обалденное. Не могла пройти мимо вот этого комбитика. Это для моего синонки. Ну, а потом, в принципе, и доча до нашего лета у меня после сына некоторые вещи. Цена 27 лир. Ну, я округляю, потому что 26,90. Как бы для меня это 27 лир. Повторюсь, качество просто бесподобное. Потом взяла два желтеньких. Вот они. Нет, это отдельно. Нет. Вот такой вот желтенький взяла комбез. Тоже для сыночка это. Вот смотрите, здесь комбез на пуговках. Сзади идет боди еще. И шапочка. Ну, вот такие шапочки моему сыну сейчас, например, не подку... О, шапочка даже с рисунком. Шапку я, честно сказать, когда покупала этот комбез, не заметила. Потом в конце увидела. Эта марка тоже неплохая. Месяцем написано 74 сантиметра рост. Например, сейчас мой сын носит 74 сантиметра рост бодишки. Это, по-моему, не 74, это даже больше. Цена со скидкой 45 лир. Так, в желтом написана цена со скидкой, которую я заплатила. Это старая цена. Качество повторюсь отличное. Здесь на кнопочках. Так, идем дальше. Подобный я взяла, конечно же, для дочи тоже. Как это? Одному взять, второму не взять. Вот она. Для моей красавицы. У него тоже такая же цена. Вот. С люсечками. У нее кнопочки сбоку. Есть вот такая банданка. И бодишка тоже есть у моей дочи. Нарисован слоник. Тоже 45 лир. Так. Вот они вот. Оба вместе получается 90 лир. 100 лир это 1300 рублей. 90 лир это где-то 1180, наверное. Сейчас считать. Не состояние. Взяла вот такие два одинаковых кобезы деткам. Почему я их взяла? Потому что здесь левиата нарисованы. Левиона. Видите? Мои же детки родились 30 июля. Они по гороскопу левы. Поэтому вот не сдержалась. У сынули то имя тоже еще переводится. Аслан Лев. Поэтому как бы глупо было не взять. Да и цена такая всего-то 20 лир. Представляете? Вот там без. А качество супер просто. Вот они. Мамины птенчики. У меня в принципе нет такой фишки, чтобы одевать детей или одинаково обоих, или девочку только в розовое, мальчика только в голубое. Нет. Я покупаю детям ту одежду, которая мне нравится. Ну и желтенькие. Они не одинаковые, они разные. Это для сынули, это для дочи. Так. 27 лир вот этот вот. С жирафчиками. Здесь жирафчики везде. Вот она, мамина сладкая девочка. Будет вот такой вот ходить. 27 лир. И у сынули тоже стоит так же. Это без скидки они. Такая цена у них была. У сынули с машинкой. Мне очень нравится детская одежда белого цвета. Прям очень-очень. Она, во-первых, универсальна. Во-вторых, детям очень подходит белый цвет. Так. Все. Детям из одежды больше ничего не купила. Еще куча всего есть дома. Поэтому только вот это. За одеждой, кстати. Одежду, кстати, покупать я вообще не собиралась. Но как же? Как же пройти мимо одежды? Мы шли за подгузниками и за прорезывателем для зубов. Самое интересное, что прорезыватель для зубов мы выбрали. Зули закинули в корзину. Вроде оплатили. А когда приехали домой, его не нашли. Но вчера папа купил нам другой. Теперь покажу, что купили для мужа. Наконец-то он выбрал себе свитер с нашей помощью. Даже два. Хотя я выбирала ему изначально другой, но он не согласился на тот. Выбрал другой себе. Классический серый, который подходит под все. В основном джинсы. Мужчина любит носить джинсы. Мой муж не исключение. У него этих темных синих джинсов, чтобы не собрать, штук 12-13 разных. Чуть-чуть оттенок отличается. Или чуть-чуть, может быть, штанина где-то уже где-то шире. Для меня они все одинаковые. Вот здесь ничего нет. Классика. Такой вот ворот. Это и ему, и мне покупки делали в одном магазине Моави. Кстати, вот этот магазин открылся в Махачкале, в торговом центре Дашид. Цена этого свитера 150 лир. Он без скидки, потому что это новая коллекция. Через несколько месяцев, через пару месяцев, скорее всего, он будет стоить в два раза дешевле. Ворот, рукава, вот такие вот. Все. Ну, в принципе, классика здесь показывать нечего. Второй свитер. Тоже, естественно, Моави. Оттуда же. Тоже размер L. Кстати, мой муж очень похудел. И он особо не ест. Не то, что особо не ест. Он ест, но уже не такими порциями, как ел раньше. Твоится набрать весну. Этот же свитер мы купили со скидкой. Ага, да. Он был тоже 150 лир. Купили мы его за 80 лир. Вот здесь вот цена. Ну, не знаю, обидно или нет. Тоже ничего особенного. Но он привлек нас из-за цвета. Тоже подходит под все джинсы. И, в принципе, не только с джинсами, а с брюками тоже подойдет. Конечно, не с классическими брюками. Нет, а костюмы, которые брюки. Вот такой вот свитерок. Повторюсь, 80 лир. Из-за нас остатки. Ну, и рубашки. Мой муж очень любит рубашки. У него их прям огромная куча. И любит клетчатые рубашки. Я, честно сказать, клетки равнодушна. Ну, выбрали вот эти вот две. Эту мы брали в Мави. А, да. А эту он взял в другом магазине. Это вот сейчас вот прям носить. Это зимние рубашки, не летние. Сколько она стоила, интересно? 91 лира. Она со скидкой. Без скидки 130. Обычная рубашка. Вот она. Ничего, никаких надписей, никаких эмблем, ничего нигде нет. Вот такая вот. Ну, знаете, Мави вроде неплохая марка. Вроде это... Не сказала бы, что... Дешёвые вещи так. Но всё равно встречаются вот такие вот казусы. Видите, не так. Вот так вот. Эпиляцию рук пора делать. Никак руки не дойдут. Так теплее просто зимой. Идём дальше. Эту рубашку я даже не знаю, за сколько он покупал. Тоже 80 лир. Цена со скидкой. Вот, пожалуйста. Эту мы брали вот в этом магазине. Тоже классика. Классика. Размер L. L. Она там такая яркая, но в реальности она тёмно-бордовая рубашка. Не малиновая такая, как на моём экране. Кстати, в этом магазине, по-моему, даже... Нет. Качество такое же, как и в Мави. Состав для интересных. Стопроцентный хлопок. Она плотнее, чем синий. И покажу два свитера, которые я себе приобрела. В принципе, кто меня смотрит в Инстаграм, видел. Я выкладывала пост, выбирала. Между тем, я этим выбрать не смогла. Купила оба. Первый. Вот он. Его я приобрела из-за цвета. Кто меня смотрит, знает, что свитеров у меня фигово куча. И его я купила из-за цвета. Цвет просто бесподобный. Цена 102 лиры со скидкой. Ой, вот. Мягкий, хорошенький. Я взяла размер XL. Был бы ещё побольше размер, я взяла бы ещё больше. Но больше не было. Вот. Очень приятный. Я даже состав не посмотрела. Он мне настолько сразу понравился. Сейчас мы с вами посмотрим состав. 56% акрил, 20% полиэстер, 16% шерсти, 8%... 8% чего это? Махер? Да, Махер. Вот, пожалуйста, состав. Не знаю, вам видно, не видно. Ну, короче, я озвучу. Свитер мне нравится. Он мягкий, приятный. Но из-за шерсти чуть-чуть покалывает. Чуть-чуть. Но я спокойно отношусь к тому, что какой-то свитер покалывает. У меня, в принципе, всегда под свитерами маечка бывает. Мимо этого не смогла пройти тоже размер XL, потому что он очень удобный. Он прям вот то, что мне нужно сейчас. Чёрные или синие джинсы, свитерок, кроссы или ботинки и вперёд. Он свободный. Вот. Просто суперский. Так, вроде, посмотришь, простенький такой. Но когда его наденешь на себя, он класснючий. Цена со скидкой 80 лир. Пожалуйста. Состав, наверное, у него акрил. Я так думаю, что здесь ещё может быть. 100% хлопок. А-а-а, 100% хлопок. Представляете? Ай, не ботанжи. Очень приятно. Ну и, мне кажется, этот цвет тоже мне идёт. Как раз вот эта яркая помада здесь с таким неброским свитером смотрится прилично. Вот такие вот у нас покупки были пару дней назад. То, что купила до этого, я, к сожалению, не сняла, потому что всё собирала, собирала, собирала. Но с детками никак возможности не бывают. Не получается. Посмотрите на мои волосы. Видите? Вот это вот всё, что у меня сейчас растёт. Вот оно всё вырастает. Всё, что попадало, когда я после родов. Вот сейчас всё-всё-всё у меня вырастает заново. Надеюсь, мои волосы вернутся в форму свою, которая была раньше. Но, в принципе, они сейчас у меня мягкие, хорошие, живые. Меня устраивает. Очень мягкий волос. Маршалоз. Маршалоз. Очень мягкий. Хочется чуть-чуть вот здесь, чтобы объём прибавился, как было раньше. Всё. На этом закрываюсь. Я надеюсь, вам понравилось видео. Если понравилось, не забываем ставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Пока-пока. Пока. Пока.